Полет «Золотой мушки» новая украинская кинокомедия до премьерной показ картины в рамках кинофестиваля «Запорожская синяя рама» состоялся в кинотеатре «Довженко». О новом украинском кино в репортаже Артура Туркина. Своё кино по мотивам новелл Богдана Волошина режиссёр Иван Кравчишин задумал ещё 20 лет назад. Однако в силу разных причин, прежде всего финансовых, к съёмкам удалось приступить только в 2012 году после участия в питчинге от Госкино. Бюджет фильма на то время составил 16 миллионов гривен. Половину дало государство. В итоге через год получилось кино про жизнь в отдельной цивилизации, на Галичине. Наивное, смешное и немного грустное. В главной роли режиссёр снял свою 11-летнюю дочь Софию. От лица её и рассказываются все три истории про футбол, свадьбу и завещание. В остальных ролях в большинстве своём непрофессиональные актёры с Западной Украины. Они не играют, а так живут. Дерутся, пьют горилку и матюкаются по-настоящему. Поэтому некоторые сцены приходилось снимать по 20 раз. Мы хотим рассказать какую-то чуткую сюжетную канву. Ещё раз наголошую, я всегда наголошую на своих выступах, что сюжета в нашем фильме нет. Мы пытались рассказать эмоции. И мы пытались рассказать историю трёх иншими способами, как обычными показывать в кино. Для съёмок фильма пришлось построить 16 объектов. Одну хату сожгли, а ещё, пока снимали, собаку съел волк. Вместо режиссёрской версии ленты в 140 минут в прокат выйдет сокращённая на 99. Чтобы всем остальным было понятно, о чём говорят на Галичине, все диалоги продублированы украинскими титрами. Сам автор окрестил свою картину наивной украинской комедией, жанром которым нечасто балует своих зрителей национальное кино. Кожа на небе может видеть то, что он захочет. Просто на небо нужно смотреться.